кстати опять надо будет по звуку определиться возможно игра будет громкая переходим к планете rex 13 запускаю таймер и погнали планеты rex 13 9 глаз studio опции кстати можно русский язык выставить отлично звуки наверное чуть под убавлю примерно так сделаем принять чат f почему все же нормально а выпилил на стриме зорк это из-за об студии у меня такая фигня нам надо немножко по-другому сделать меня заставка проекта как отдельная сцена сделано не надо заставку проекта перенести в этот в общую категорию тогда нормально все будет 9 глаз studio не в команде 8 человек и один пират нет криво мысли более более я не знаю масштабно у них у них шесть человек и три пирата вот так вот кинслейер сразу врубился в логику так давайте смотреть это point and click будем разбираться ваш корабль потерпел крушение при попытке приземлиться и вам только чудом удалось выжить вы должны найти способ покинуть эту планету но прежде всего вам требуется медицинская помощь жирным выделено типа пока не вылечишься даже не думай куда-то валить востоку от места крушения вы видите какие-то постройки хорошо управление от и движения и space взаимодействовать так инвентарь джей журнал понятно не совсем point and клик здесь дают клавиатуру управлять выходим на карту чё у нас тут есть лаборатория в 02 у космонавта такой вид конечно да не очень лаборатория в 02 жилая комната медпункт груда камней вы сейчас слишком слабы чтобы разобрать этот завал понятно медпункт шкафы медицинская капсула автономное устройство предназначенное для оказания медицинской помощи воспользоваться нет клавиши чтобы драться с боссом может попозже появится 9 пиратов до админы уборщицы это странное сочетание кстати на кровати какие-то следы крови недобрый знак жилая комната это сейф цифровым замком пока непонятно вычислительная плата получен предмет вычислительная плата отлично кубрик сломанный компьютер экран компьютера поврежден после каких-то тяжелых стримов наверное или после каких-то хардкорных игр это психанул по компьютеру ударил тут пока вроде ничего больше нету эти камни преграждают вам путь разобрать завал так чё тут мастерская когда бы они назывались 9 пират 9 пиратов studios будет разбил тот кто не прошел мандагона без читов ошибка вот так вот сервер номер один недоступен 3d принтер ошибка низкий уровень электроэнергии 31 процент схема прокладки силовых кабелей изучить открыта локация реактор схема принципе сейчас посмотрели серверная числительная плата еще одна уже вторая получается управляющий сервер на экране отображается следующий текст статус сервера неисправен статуса статус неисправен некоторые компоненты неисправны заменить плату в слоте номер один заменить плату в слоте номер три похоже все компоненты сервера полностью функционируют сервер один исправен второй неисправен на второй значит еще надо три платы вот эти найти вычислительные стрёмоч привет здорово андрей здорово у меня сегодня странные пока игры скажем так с двумя разобрались сейчас третью рубимся это point and click по сути надо помочь космонавту который потерпел крушение выбраться с этой неизвестной планеты нашли какие-то помещения пока людей признаки жизни никаких не видно новая заметка проблема с доставкой груз приземлился совсем не там где планировалось более того похоже и с самой посадкой возникли проблемы один из контейнеров деформировался источники питания были повреждены счастью несколько из них все же уцелели но без хорошей защиты от радиации к ним не подобраться без хорошей защиты от радиации открыта локация место выброски не знаю если смысл сейчас туда идти а я новый челлендж выполнил трехглазика без урона протащил поздравляю андрюх поздравляю на нормале играл там же есть уровни сложности еще про таблетки робот пока ничего не написано было матрица для 3d принтера данные скопированы матрица экран матрица экран где-то там был кстати сломанный экран еще андрюха долго с трехглазиком мучился а уже некоторые боссы а привидение может затроллить хп отнять этот босс танк который сигаретой во рту тоже неприятный достаточно меня нет желания какие-то челленджи играть если честно я вот мандагона без читов прошел я сегодня уже доволен в принципе два стрима по пять часов нормально нормально отделался я считаю еще в трехглазике есть локация неприятная где начинают блоки улетать наверх вот и помнишь там надо тоже изловчиться и аккуратно с этими блоками пропрыгать иначе на шипы тебя посадят трехглазик не самая легкая игра конечно чтобы без урона пройти и а мне сначала надо этот же а как где 3d принтер был я уже забыл босса там копьем легко все убиваются только копьем на ноу дамаг уже сложнее я видел как стенд спидранил кстати да копьем там вообще такие вещи можно творить просто офигеть можно так о чем не пишет низкий уровень заряда пока непонятно но единственная зорк это единственное что это глобальный челлендж который я играю я его как-то уже не воспринимаю как челлендж это просто марафон марафон игр длиною в жизнь вот так можно сказать туда же не знаю как объяснять так ладно ну давайте ладно на новую локацию схожу что-то я пока не вижу чтобы здесь что-то можно было сделать давайте посмотрим что нам открылась нам планета реактор металлическая коробка закрытая металлическая коробка с нарисованным символом радиации получен предмет антирадиационный внутри коробки лежал антирадиационный фильтр отлично и радиация мне типа не так страшно должна быть не там не сложно прикуриватель и привидения самые жесткие боссы но призрак да я про него говорил браузер омега думаешь криво ну посмотрим посмотрим может он виноват что есть мандагонские читы робот говорит что есть еще один компьютер один из источников питания истощен переключатель какой-то ну-ка место крушения вот он наш корабль который упал удивительно как вам удалось выжить в этой катастрофе обыскать обломки получен предмет навигационный блок без без маски радиации я скорее всего откинулся здесь вместо выброски припасов источник питания отлично древесные грибы древесные грибы получится съесть попозже эта игра в которой есть грибы мне уже уже это нравится это не я говорю какие-то шарлатаны пытались впарить ладно робот я тебя понял счастью мандагон без читов пройден какие бы там они не были но поздравляю стремыч еще раз поздравляю есть какие-то еще планы на ноу-дэмэдж или пацифистом может пройти так а я же какой-то блок еще подобрал и запутанные вроде локации немного игра в 2d это запутанные моменты попадаются так переключатель здесь тоже радиации данный энергетический стержень истощен заменить конечно конечно меня быстрее быстрее вот лично выскочил так реактор уровень энергии какая-то какая-то подлянка тут уровень энергии непонятным меняется то есть бегунок в какой-то момент при продвижении дальше еще и скидывают не ее что свет не работает с пульта придется так включать ладно пока добавим атмосферы но отлично хочу взяться за спидранки не тун спидран бастером есть неплохие шансы забрать второе место на первом стенд скорее всего починим компьютер зарубимся в папа я это было бы круто конечно прямо в этой игре еще папа и появился ладно отсюда выходим гастрем еще в спидрана хочешь себя попробовать я думаю если будешь стримить спидрана аудитория конечно тебе прибавится так а теперь наверно 3d принтер должен нормально работать на реакторе запас энергии восстановил на сто процентов надо посмотреть час на принтер экспресс можешь купить чаговый чай это как древесные грибы штука на любителя как будто будто пень заварил но мне нравится не криво я пожалуй пока с экспериментами закончил они у стен за первое место другой кто-то взял нс не спидранил чисто бастером понял тебя но там разные категории есть наверное где из-за разных зверушек можно проходить так на 3d принтере я получается сделал новый экран теперь надо вспомнить где там компьютер был разбитый сейчас робот зарубимся в папайя без проблем серверную надо не забыть вернуться когда больше вот этих вот батареек или платы найду или чё это вообще такое медпункт вроде тоже мне пока не надо а вот он разбитый экран отлично заменить экран да кинслейер я понял стрёмочный писал уже про это продолжаю работать над расшифровкой рун судя по всему данная группа служит для обозначения следующих растений растения какие-то образцы ладно пока пока непонятно мой отлично еще две лаборатории нашел спи можно сразу туда пройтись один стример играл в my summer car попал в тюрьму там телевизор поместил на экран телевизора экран эмулятора и сказал что протащил с собой дэнди пять минут смотрел и верил что он в мск в battle tots и dd рубится да робот сейчас как только не заморачиваются с этими с разными приколами в играх так давайте сходим тогда в первую сначала это новая лаборатория открылась гудгейм что-то переподключился желая комната те строительные работы закончены мы можем наконец вплотную заняться исследованием объекта в качестве пароля от сейфа установил день и месяц моего рождения не думаю что есть смысл беспокоиться о безопасности учетом того что мы единственные люди на этой планете пароль короче чей-то день рождения чей пока непонятно радиолокационная станция еще один объект на карте открылся куча мусора обыскать белозист приветствую спустя две недели я наконец-то добрался до эфира привет белозист свет среди мусора вы видите пузырек с надписью яд автор выпей яду не будем самоубийством заниматься уходим тогда я думал в куче мусора что-то полезное найдем нифига лаборатория столько компьютеров просто чуть ли не в каждой комнате новая заметка доступ к объекту похоже расчистить путь с помощью взрывчатки не получится материал который был использован при строительстве храма слишком прочной его можно было повредить без угрозы нанести вред объекту объект жирным цветом так что ничего не остается как продолжить искать оставшиеся кристаллы кроме того за последние несколько дней участились жалобы на самочувствие среди персонала некоторые работники даже говорят что начали видеть галлюцинации счастью есть и хорошие новости мне наконец удалось разработать подходящий фильтр для защиты от ядовитых испарений системе пещер юго-западу отсюда еще и фильтр для защиты от яда надо пока еще на улице светло маленько делать посветлее так надо фильтр от яда сделать чтобы пробраться к объекту какие-то кристаллы нужны пещеры к юго-западу отсюда пещеры матрица для 3d принтера кислородный фильтр отлично здесь пока вроде все еще один сейф эти часы стоят на экране горит время 1132 еще одну плату нашел отлично спокойно демиан спокойно я еще ни одного папа я не проходил на стриме когда-то мне придется этим заняться необходимость синяя карта доступа электромагнитный замок тоже пока непонятно там спидран он ли бастер первое место у поляка хайриксон с результатом 1323 второе у россиянки дармаус и результат 1602 у меня пип-пип 1542 блин круто стрёмочек у тебя все козыри на руках ты можешь спокойно второе место забирать удачи тебе в этом деле обязательно как в какой-нибудь группе напиши если получится взять хотя бы второе место блин а поляк вообще какой-то лютый тип 1323 чё за тактики у него были что он так быстро прошел от второго места три почти две с половиной минуты даже больше 2 3 2 1 не знаю белозист пока не знаю управляющий этой дверью контроллер поврежден и требует замены сюда меня пока не пускают на ретранслятор какой-то пароль нужен все в паролях кого шифровались я какой-то фильтр могу сделать а у вас своя тема я понял на стримах это будет жестко но естественно стримы это совсем другое когда запускаешь игру в эфире уже по-другому все так где тут мой 3d принтер чаток кислородный фильтр так от яда я теперь тоже вроде защищен вот только куда дальше пробираться это пока не понятно да я еще не ходил там локация какая-то новая открылась папа и поклонников нуждаем планы давайте давайте потом поделитесь со мной уст с ягодами откуда на этой планете ягоды вообще интересно получен предмет красные ягоды код на бесконечный шпинат но это точно читерство будет папайя не включает специально самое классное на десерт так еще одна карта ну да белозист я же говорил а вот и первое тело это первое тело этому трупу уже несколько лет этому трупу уже несколько лет а как он так висит разве за несколько лет он не должен был как-то сгнить там шея порваться я не знаю хорошо сохранился как прости дружище но мне надо тебя обыскать получен предмет кусочек бумаги научное оборудование разнообразное устройство необходимые для работы радио локатора пока ничего не дают с ними сделать у л через неделю день рождения нужно не забыть поздравить его у л через неделю день рождения 1709 дата через неделю это чё получается 17 плюс 7 2409 наконец-то получилось настроить систему обнаружения для поиска интересующих нас строений уже удалось определить расположение двух кристаллов думаю найти оставшиеся также не составит труда единственная проблема настройка ретрансляторов периодически сбиваются приходится вручную устанавливать частоту их работы текущее значение работа ретранслятора значит 1278 1278 количество активных ретрансляторов 0 из 2 понятно матрица для 3d принтера дверной замок еще раз 3d принтер надо будет использовать спасибо ребят люблю когда чат тоже принимает участие в игре сначала идем делать дверной замок это уже третья вещь на 3d принтере нифига себе за столь короткое время лишь бы больше чисел не было ну посмотрим посмотрим пока с ретрансляторами понятно частота 1278 чат и дверной замок а где сейф был первый что я уже подзабыл этот момент сейчас надо найти где был сейф медпункте точно не было сейф 2409 не работает значит это другой какой-то сейф а дату рождения надо а где я еще видел где-то еще был сейф ладно я сделал дверной замок пока можно вернуться по моему в третьей лаборатории не пускали у и ретранслятор кстати первый у них же наоборот кстати как вариант робот но сейчас проверим вот тоже на а год не влезет серёг тут надо 4 час 4 числа завести да там день и месяц так частота ретрансляторов 1278 набираем все на этом установили управляющий этой дверью контролер контроллер повержен и требует замены заменить 3d принтер как выручают уже три вещи сделали которые пригодились мне бы домой поставить 3d принтер хоть какие-то деньги печатать можно было дверь заклинило попасть внутрь не получится какая-то выдерга будет склад веревка взрывчатка разнообразный мусор давайте еще раз попытаем удачу получен предмет кусочек бумаги среди мусора вы нашли кусочек бумаги с написанными на нем цифрами замечательно необходимо желтая карта доступа уже две карты надо синяя и желтая 3d принтере ты сможешь только чокоба коины печатать хочу кстати тоже как вариант меня некоторые ребята спрашивали гектор по моему спрашивал когда типа у тебя можно будет обналичивать твои монеты так как куда я еще не ходил может быть в первой лаборатории еще один сейф находится ладно заходим так а это чё за компьютер это я читал это я помню кучи мусора яд не будем рисковать так вот еще один сейф 0 924 2409 бинго отлично кристалл лучший предмет кристалл сладок это льется часы стоят на это не горит время 1132 не пойму кислота прибывает вроде в первый раз чего не открылся робот это другой сейф есть еще один сейф а сейчас время тридцать два одиннадцать на экране часов отображается время тридцать два одиннадцать фига космонавт глюки словил так здесь мне карта нужно это я помню у меня карты нету на электромагнитный замок борг прикольно прочитал сейчас так космонавта уже первый приход начался видимо это из-за грибов которые я там на дереве подобрал ладно сейфом разобрались еще робот есть какой то сейф так чё теперь там я ягоды подобрал тоже больше ничего нету дверной замок сделали про настройку я читал про день рождения тоже понятно так инвентарь значит навигационный блок пока непонятно где применять вычислительная плата две штуки но мне надо три если я правильно понял на второй сервак мне надо три платы то есть еще какую-то одну надо найти дэдспейс на дэнди это какой ник непонятный ла лавина лавинра лана привет извини пока не могу сообразить как твой ник правильно прочитать может там время вести тридцать два один сейчас посмотрим серёг раз проверим блин правда что-то подзавис над ником надеюсь правильно прочитал кусочек бумаги на данном клочке бумаги нарисованы цифры 37 на данном клочке нарисованы цифры 16 37 16 так а где был второй сейф и опять что забыл ладно сюда зайдем давайте здесь посмотрим по моему где-то был то ли в третьей лаборатории то ли в реакторе давайте в реакторе посмотрим здесь я делал здесь я делал вставлял капсулу третью который не хватало для мощности компьютера сюда вроде как можно не приходить маску подбирал от радиации в реакторе вроде делать больше нечего во втором до серёг давай во вторую лабораторию вернемся 37 16 да вот он сейф отлично 37 16 жёлтая карта доступа замечательно сейфами разобрались пока в других вроде больше не было вот так серёга не время надо было установить а по бумажкам ориентироваться пароль найти так жёлтая карта доступа либо в первой лаборатории либо в третьей откуда у них ещё бумага ну как бумага незаменимая вещь даже в космосе советские космонавты карандашом думаешь на чём писали тоже блокноты какие-то были так здесь у нас был второй сейф здесь был второй сейф тогда сюда идём так где мне понадобится жёлтая карта доступа какой-то лаборатории давайте в третью пойдём какая-то лаборатория была с картой доступа вот она отлично это всё-таки третья можно использовать жёлтую карту вычислительная плата отлично мини лаборатория компьютер сервер номер два недоступен мини лаборатория небольшая химическая лаборатория можно использовать для приготовления растворов блин заговариваться начал ещё придётся рецепты какие-то искать приготовить пока рецептов никаких не было так надо сервак короче второй восстанавливать сейчас у меня вроде все карты доступа сервак был где-то здесь советских не было трёх серверов на борту с установлен откуда ты знаешь криво может каких-нибудь секрет секретных архивах что-то было такое ну браузер амиго в космосе это конечно лютая вещь так давайте здесь меняем в первом слоте ставим в третий слот ставим в четвёртый слот все компоненты полностью функционируют давайте ещё на управляющем проверим статус сервер один исправен два исправен отлично серваки восстановили теперь можно вернуться в третью лабораторию посмотреть что там на компе у них есть хорошо что игра на русском а то могли определённые проблемы возникнуть так ну чё дальше новая заметка флора описание некоторых представителей местной флоры образцы а я далеко не все собрал у меня только один вид грибов один вид ягод есть еще крупные желтые ягоды цветок ярко-лилового цвета гриб произрастающий в темных от света местах древесный я подобрал у меня два компонента только из пяти мы улетаем к черту все мы улетаем инцидент с R стал последней каплей мы не можем больше ждать л если ты еще жив и читаешь это сообщение воспользуйся грузовым кораблем грузовым кораблем блин почему все полезное не всегда вкусно открыта локация грузовой корабль замечательно смотрим что там есть я на склад заходил что-то не помню нифига а ну да здесь листочек находил с цифрами и по моему карта валялась здесь вроде тоже все походняк у космонавта конечно просто мое почтение как говорится опа второй ретранслятор какая там чистота была робот если не сложно напиши 12 57 или 67 или 78 я не помню у ретранслятора какая чистота в принципе можно в документах посмотреть 1278 спасибо робот все второй ретранслятор наладили при беглом осмотре корабля становится ясно что навигационный блок вышел из строя требует замены меняем корабль выглядит готовым к полету провести диагностику некоторые приборы показывают аномальные значения ясно короче что то еще не то добавь жареное мясо будет и вкусно и полезно мясо я пока не находил еще возможно с трупа надо будет срезать я не удивлюсь если такая будет фигня так а чё теперь получается где-то был компьютер который за ретрансляторов не не пускал меня в меню только где конкретно этот компьютер находился давайте здесь посмотрим духи духов пока нет духи борг пока не попадались так это я все читал значит не этот компьютер с оборудованием нам не дают пообщаться бекотвару твоему предлагают мясо добавить кстати грибы в каком то в каком то плане это же тоже мясо по сути грибы часто в суп добавляют вместо мяса кстати грибной суп особенно шампиньонами вообще прям мое уважение здесь я тоже был в реактор походу больше не придется заходить надо искать компьютер в котором ретрансляторы не пускали меня а вот где этот компьютер фиг его знает придется заново все обходить ладно посмотрим что время есть какие еще есть предложения борг что еще можно с мясом сделать давайте черный перец поищем может быть получится черный перец добавить в мясо с грибами больше недели не было стрима привет филхантер привет ну у меня веселая работа я ее очень люблю и поэтому у меня крайне редко стримы проходят ну почти две недели меня не было в эфире наконец-то добрался сейчас разбираемся с разными пока играми спасибо что заскочил филхантер приятного просмотра если останешься сегодня получилось ракету запустить вообще неожиданно две недели не был на стриме ребята просто бам на вот тебе на ракету ману запускай полетели еще раз спасибо ребят кто принял участие в запуске ракеты ваши имена войдут в аналы истории суп с инопланетными грибами со сметанкой блин вульф что-то даже прям захотелось такой попробовать я представляю какая цена у такого супа могла быть инопланетный суп со сметанкой я походу застрял пока не могу понять куда идти давайте еще раз инвентарь посмотрим что у меня есть древесные грибы всякие фильтры красные ягоды кусочек бумаги который мы уже приняли нашли применение веревка вот лежит нигде не применялась взрывчатка тоже без применения кристалл необычайно холодный излучает фиолетовое свечение а дальше непонятно что делать фэлхантер спасибо но лучше наверное на следующей неделе уже тратить ману потому что с понедельника она обновиться сейчас особо нет смысла тратить ману лучше посиди покопи фарми на канале место крушения место выброски здесь я подбирал какой-то контейнер больше вроде ничего нету дерево какое-то обугленное без листьев место крушения еще раз на следующую наберу спасибо фархантер спасибо войти да уже звучит влететь вообще еще жестче станет в анапу истории да да хоть куда борг как тебе удобно будет да вот удобно туда можешь попасть в анапу я бы кстати съездил без проблем но к сожалению пока не до этого так ну где же где же этот компьютер пресловутый который который пустит меня дальше пока не могу найти о или нет а нет здесь я был это я читал что эти документы у меня есть может камни взорвать тут видишь вулф когда подходишь к объекту с которым можно взаимодействовать он загорается другим цветом когда я тусовался возле камней я не помню чтобы мне что-то давали сделать здесь синюю карту доступа просят у меня ее пока нету вот здесь я подхожу к камням мне не дают ничего сделать значит веревка где-то в другом месте понадобится вместе с динамитом пока непонятно надо как-то прям планово локации проверять я помню где-то был компьютер который было написано типа из-за того что ретрансляторы не в работе меня не пускали зайти в него это я тоже все читал так труп у тебя ничего нового не появилось не нифига нету если к мясу добавить те древесные грибы возможно тебе потребуется все листочки что ты нашел ранее я тебя понял эти листочки пойдут немножко в другое направление не в кулинарное а я на днях купил стейк за пол цены впервые попробовал раньше всегда жаба душила тут что-то подвернулось стейки классная тема стейки прям это шикарная вещь я бы сам от куска жареного мяса не отказался особенно с помидорами или с луком свежим вообще прям милое дело даже и грибы древесные нафиг не нужны так начинаю уже планово искать по локациям где я что мог упустить у этого компьютера монитор был разбитый я его заменил и тоже в принципе тоже с ним разобрались идем дальше медпункт здесь кроме капсулы тоже не дают ни с чем взаимодействовать мне даже не дают в нее заново зайти потому что я типа здоровый просто написали уйти ладно тогда сюда идем матрицы экран это тоже все читал заходил на 3d принтере пока больше нечего печатать силовых кабелей я тоже смотрел схему блин игра в 2d а уже все равно какие-то появляются места где можно запутаться серверные все восстановили работу здесь тоже делать нечего где же где же я что-то упустил а не могу сообразить где-то в лаборатории скорее всего а в какой пока не могу понять я с помидоркой сделал сам не ожидал у самого уже седина только сейчас сделал как нужно знаешь же поговорку лучше поздно чем никогда так что я тут недавно кусок форели брал вакуумной оболочки не форели а семги точнее кусок семги слабосоленый 400 рублей отдал ну прям вообще не пожалел жирная рыба нормальная прям ее съел и наелся на весь день так здесь я тоже был блин ну чё за подставы где я мог что-то пропустить в складском помещении вообще компьютеров нету купил стиме к салвене аниверсари в детстве не осилил сейчас прохожу это сборник да там около десяти игр на разные консоли у меня тоже в стиме какие то есть сборники обычно руки не доходят так мы неужели будет первая фиаско сегодня день и месяц рождения да это я тоже читал тоже был да там три с денди пара с геймбой и сеги две с какой начал фэл хантер если не секрет я бы наверное если этот сборник начал играть то с версии на геймбой сначала а по вот где я пропустил доступ к объекту или нет или я был здесь или я не все прочитал не про объект я читал значит система пещера почему я тогда не нажал здесь наконец-то новая локация блин я пропустил на этом компьютере систему пещер вот чем проблема была все отлично новая локация открыта можно туда идти чему с геймбоя но у меня обычно так у меня кинслейр обычно так если я берусь за какие то франшизы то стараюсь каких нибудь стареньких консолей приставок проходить и постепенно степенно продвигаемся дальше куст с ягодами отлично получен предмет желтые ягоды замечательно это загадка ворота открываться начали кислород тратится постепенно если бы я без фильтра пришел сюда скорее всего кранты это локация вообще непонятно прикольно дышит кстати пещерный гриб дверь с каким-то то ли глазом то ли чё ретро таун здорово андрюх у меня сегодня странные игры на пк разбираемся со всякими мало популярными играми до третьей добрались с дэнди начал уж больно она меня напрягала с самой первой там кстати они по хронологии опять комодор 64 обидели да кинслейр есть такой момент второй кристалл нашел а и стенка появилась чё вообще опять глюки у него какие то этому трупу уже несколько лет синяя карта доступа отлично так с этой фигней не дают взаимодействовать мухомор взял дэмион забрал на сеге же одна только костла да да андрей на сеге только bloodlines выходила в европе называлась new generation по моему чё там желтая фигня какая то появляется чё она пропадает то прикольная загадка кстати надо было правильно нажимать на стол на столбы вот эти из столбы прикольно сделано такой фиолетового цвета ага она же вампайр киллер и new generation вампайр киллер на msx выходила же почему фона музыка с первой диаблы серьезно есть схожая чё-то с ней блин кинслейер я не помню уже в первом диабле композиции хотя на первую соньку у меня была эта игра так синяя карта доступа это мне надо суда значит или не сюда в европе забанили вот те new generation да чё фэл хантер как успехи продвигаешься в первой части или пока так же покорить не можешь так я опять куда-то не туда пришел блин локации все больше больше начинаю путаться не в реактор мне точно не надо фэл хантер я пока ни одну костлу не проходил еще в своем проекте у меня был кит дракулы это типа спин-офф к сэлвэний но все таки вроде как совсем другая игра на самом деле на геймбой кит дракулу проходил на фамики акумаджоу спешил боку дракула кун на мсх проходил один круг костлы но там для тру концовки надо два круга больше я за нее не брался а два круга так и не осилил вот и дракула там сборники нифига себе какая комната в центре алтаря находится углубление поместить кристалл еще два кристалла надо найти что там страшное будет скорее всего еще два кристалла надо найти первый на денди прошел пока застрял в bloodlines на последнем уровне вообще не понимаю как играл в это в детстве в детстве много чего играли много чего проходили но еще больше не проходили в детстве вишь какой-то ажиотаж был немножко другое отношение к играм не было интернета в детстве было интересно самому узнать что там дальше в игре какие боссы какие уровни какие диалоги там может быть типа ниндзя гайден если брать в пример так а чё дальше я забрал синюю карту открыл проход но только смысла особо нет потому что у меня не все кристаллы что-то еще что ли где-то упустил гаси это как я вообще так у меня есть тетрадка с бруталити на ум к 3 книжке левая инфа тетрадки это вот здесь есть да походу блин я себя каким-то археологом чувствую сейчас открыта локация колодец фигаси фигаси может еще что-то есть что-то как-то кучно все в одном углу проходил ее 22 года назад так так еще что то есть открыта локация идол наверху нифига нету вроде нифига нет блин как я так упускал эти моменты или вот этот компьютер был где ретрансляторы нужна была настройка скорее всего вот этот компьютер требовал настройку ретрансляторов поэтому я не смог эту фигню сделать давайте с идола начнем судя по строению идола внутрь нужно влить какую-то жидкость но рот у него рот у него конечно заманчиво открыт так колодец цветочек отлично колодец вниз ведет ряд ступеней но большинство из них разрушены и спуститься не получится привязать веревку потерян предмет веревка опять эти глаза а вы мертвы пёс блат получается все таки опасная кислота странно что костюм нас не защищает от нее да блин ну я даже не заметил когда кристалл подбираешь там сбоку какая-то фигня начинает ладно аккуратней будем тут ачивки вроде на все типы смерти есть да зорк есть такая тема я про ачивки ничего не говорю потому что я еще где-то в семнадцатом году мастерил эту игру то есть я проходил ее где-то пять лет назад причем даже прохождение на канал записывал отдельно я еще тогда не увлекался стримами и у меня были просто записи игр да были веселые времена так а теперь надо у меня вроде все компоненты есть теперь можно готовить варево какую-нибудь супа грибного идол хочет сто пудов сейчас ему приготовим что-нибудь так у меня есть два вида ягод два вида грибов и цветок может какая-то информация есть так ну ка еще раз флору прочитать цветок ярко лилового цвета способен вырастать до одного метра в диаметре мне еще типа повезло что я такой маленький нашел и надо понять какой образец надо приготовить так пять пять видов образцов значит у меня все собраны необходимый цветок два гриба два вида ягод 11 46 72 16 21 так а доступ к объекту еще раз если не тут пока ничего особенного напоминание это про день рождения информации 11 46 11 46 72 16 21 11 41 12 21 древесные грибы красные ягоды желтые ягоды перемешать жидкость в колбе не проявляет никаких особых свойств очистить пещерный гриб цветок желтые ягоды перемешать либо добавлять в нужном порядке либо искать рецепт но я вроде уже все обшарил робот я уже вроде все обшарил известные грибы цветок красный может вообще все надо смешать может я зря выпендриваюсь а да нет два вида грибов и цветок да да тоже вряд ли чистить уже десять часов пора включать свет вот ну да уже что-то мутновато у меня что-то с пульта не работают блин придется так подняться руны по порядку это рецепт руны по порядку сейчас посмотрим сейчас свет включу быстренько все да будет свет как говорится грибы цветок ягоды получен предмет зелья жидкость начинает ярко светиться похоже это то что вам нужно надо было все по одному компоненту добавить грибы цветок и ягоды цветок почему-то один был все остальное по два так а мне еще дадут что-нибудь смешать кстати не больше ничего не дают смешать значит то что нужно сделали так где там этот идол у которого рот так открыт подозрительно что даже сама игра написала можно что-то влить идол да рот у него действительно такой рот как голова у нашего космонавта примерно по размерам влить зелье получен предмет кристалл вы мертвы спасибо игра что-то схватило из жидкости ладно будем аккуратно двигаться без проблем так монстр только не хватай меня пожалуйста потихонечку блин уже второй час пошел кстати как я в этой игре потихонечку осторожненько щупальца какое-то вылезло прям очень аккуратно вот здесь же вроде этот вход был а нет не здесь значит в первой лаборатории вот у меня еще два кристалла недостающих можно пробовать открыть дверь два кристалла я уже поставил осталось еще два лаборатория лаборатория блин он как будто еще кислее стал ладно ради витаминов можно пойти на уступки дверь ну что заходим развязка близка существо вот что скрывалось за этой дверью нифига у него глаз просто картошка какая-то мясная вот почему на стенах все эти глаза были изображены видимо местное божество какое-то да вас не не проведешь как говорится да не правда очень кислый напиток я почти с ним разобрался там правда еще полкастрюли в холодильнике чем бы не было это существо оно является источником аномалий установить взрывчатку прикоснуться уйти прикоснуться среди беспорядочной череды образов которые всплывают в вашей голове вы узнаете радиолокационную станцию я его не буду взрывать нафиг надо как живет у нас все равно главная задача свалить отсюда да это просто отсылка к 9 пиратов студио вот так вот на заставке на заставке фирмы было то что мы нашли ближе к концу игры самый цимус да я на него смотрю мне уже прям кисло становится кстати бодренький напиток такой его бы еще в холодильнике подержать пару часов или кубики льда добавить вообще шикарно было так ну сейчас то дадут улететь некоторые приборы показывают аномальные значения ну-ка если в реактор взорвать надо типа того и улететь сейчас посмотрим я представил если его взорвать какие дикие брызги будут там просто жесть больная фантазия ничего не могу поделать разнообразные устройства необходимые для работы радиолокатора можно сюда установить взрывчатку кстати давайте я здесь ее оставлю и пошло ну нафиг все шесть пять четыре три ну кстати вода снова стала нормальной возле идола после того как я кристалл забрал крио это видимо местное божество которое из-за которого галлюцинации были тот самый объект про который ученые писали до того как загнули здесь все корабль прикольно выглядит кстати все системы работают в штатном режиме полетели все спаслись вам удалось спастись удалось замечательно больше часа спасались и все не титров нифига вообще можно продолжить новая игра опции выход разработчики настолько скромные что даже не написали поделал игру а вот авторы об игре автор игры перелыгин максим девятиглазная студия и сайт ссылка на сайт этой студии автор игры перелыгин максим то есть один человек скрипал можно сказать спасибо максиму за игру такой атмосферный на самом деле атмосферная приключенец и побродили бродили прошли бродили в